Ну вот и опять получается куча каких-то ненужных отмазок у Мансура. Ну, говорить просто нужно правильно. Кто сказал, что ничего не возит? Просто сказал два пакета продуктов. По сути, там было полпакета продуктов, всё остальное занимали какие-то просто необходимые вещи. Всем огромный-огромный привет! Рада видеть вас на своём канале. Надеюсь, вы тоже рады меня видеть. Ребят, поговорим мы с вами о канале Делающий Добро. Обсудим видеоролик с Людмилой. И знаете, вот в самом начале видеоролика, ну, у Мансура как бы как анонс, да, что будет в видеоролике, что да как. Ну и его объяснения, которые выглядели просто как отмазки. И, знаете, когда вот Мансур пытается оправдаться, как отмазаться, да, у него бегают глаза, я это заметила уже давно. Мансур, зачем оправдываться? Принёс то, что она просила, и всё. И какие вопросы? Не нужно просто преувеличивать. Потому что это выглядело в прошлый раз именно как преувеличение, что принёс два пакета там продуктов. В итоге же бабушка же сама показывала эти пакеты. И там не было два пакета продуктов. Никто не говорит, что они должны быть именно два пакета. Что просила Людмила, то и привезли. Она говорила, что кормят там идеально и отлично. Поэтому, ну, какие могут быть претензии? Просто не нужно этих преувеличений. Потому что из-за этого и растёт куча недоверия. Дальше опять то, что меня возмутило, что опять показали живот Людмилы. Нет, ничего там такого сверхъестественного не показали. Но я считаю, что такое снимать не нужно. Зачем? Для чего? Она рассказала, все люди поняли, что произошло. Что вышло снова очень много жидкостей из этой ранки. И, ну, всем понятно. Я думаю, всем понятно, что собралось опять много жидкостей. И вся она вышла. И Людмила испачкала и халат. И не ожидала этого. И, естественно, испугалась. Она звонила Мансуру, что, наверное, надо там вещи. Нужны памперсы и всё прочее. И зачем? Ну, зачем вот снимать, чтобы она там это вот показывала? Даже если она и показала. Ну, не нужно такое снимать. Понятно, что кто-то скажет, а может, что там такого он показал? Но, знаете, вот такие моменты неприятные. И, ну, неважно, там верит кто-то или не верит. Но у меня сложилось такое мнение. Я считаю, что такое показывать не нужно. И говорить всё нужно чётко. Без всяких преувеличений и накручиваний. Как есть, так есть. Дальше у Людмилы спросили относительно доктора, что бабушка очень хочет переговорить с доктором, чтобы не получилось так, что если её будут оперировать, а это будет в другой больнице, потому что сейчас она находится в туберкулёзной больнице, чтобы не получилось так, что её туда привезут и потом могут отправить назад, что вот молодой доктор, всякое прочее. Там такая, знаете, женщина такая гром сидела, дежурила на этой проходной. И она у нас все доктора прям классные, все идеальные. Так смешно выглядела, такая прям горой стала прям за медперсонал. И что, ой, ну все после мединститута. Ну, понятно, все после мединститута. Ну, а как же? Ну, бабушка, наверное, переживала, что может быть там, ну, доктор молодой, может быть не такой опытный. Но, мне кажется, сейчас молодые доктора, они, наверное, знают больше каких-то новых технологий, нежели те, которые работают давно. Ну, в общем, я не знаю, но бабушка почему-то хотела переговорить с доктором, чтобы, ну, что-то там не получилось такого, ну, чтобы всё было нормально и чтобы не гоняли опять Людмилу туда-сюда. И в конце концов решили вопрос относительно, ну, операции, чтобы побыстрее всё это решилось. С этой жидкостью. Не знаю, вот как по мне, я посмотрела на Людмилу, да, она как-то всё-таки вот потемнела. Кожные покровы какие-то стали не такие, как были раньше. С чем это связано, я не знаю, я не врач, но вот мне это тоже бросилось в глаза. Не зря тогда в прошлом видеоролике Мансур говорил, что она почернела. Ну, как-то темнее кожный покров тоже стал вот виден для меня, вот как я посмотрела. Дальше спросили у Людмилы, как она сама. Вроде ничего, нормально. Смотрела телевизор, ну, значит, чувствует она себя не так плохо. Телефон оставила в палате, поэтому понапугала. Думали, что может быть уже экстренно её увезли на операцию. Ну, она просто отдыхала, смотрела телевизор. Вот. Привезли ей снова чистые вещи, для того, чтобы она могла переодеться. Ну, и дальше уже Мансур подытожил. И, опять же, если честно, я ничего не поняла в его итоговой речи, что вот там какая-то вата была, какие-то нитки были в животе из-за этого загноения. Ну, сто процентов, что это не из-за этого. Ну, лично я так думаю. Если бы там это было загноение, и там постоянно столько времени уже собирался гной, то я не знаю, как бы она всё это дело выдержала, если бы это был гной. Я, конечно, не врач. Я не могу там говорить, да, в точности что-то доказывать, что-то утверждать. Я могу лишь предполагать, что я не думаю, что это там гной собирается, и причина в каких-то нитках, и причина в вате. Мне кажется, там, ну, достаточно серьёзно, и уже станет известно именно после операции, что у неё да как. Ну, вот Мансур постоянно что-то как наговорит, что ничего не понять. Из-за этого у него получается, что куча негатива на канале. То, что он не может внятно объяснить, что к чему, уже лучше бы не объяснял. Ну, из-за вот этих вот преувеличений не нужно делать, говорить, что сделал больше, чем на самом деле. Мне кажется, и так достаточно делает для своих героев. Зачем вот это вот преувеличивать, когда мы всё видим? И это именно относительно тех пакетов, когда в прошлый раз приносили, что было сказано два пакета с продуктами, и да, видимо, вот это вот и комментарии посыпались, а на самом деле продуктов там было полпакета, всё остальное просто необходимые вещи. И ничего тут такого нету. Что просила, то принесли ей. И я понимаю, если бы она там голодная сидела в больнице, там не кормили. Но в больнице у них отличное питание, об этом она сама говорит, что кормят великолепно. Не вижу ничего такого, что он принёс то, что просто ей захотелось, и она что-то там попросила. Ну, на сей раз он хотя бы уже ничего не показывал, лишь просто сказал, что там он передал, что они передали Людмиле, просто там какие-то фрукты, там груши, там чё там ещё. Для того, чтобы опять мы не считали. Куча там, два пакета, или четвёртая часть пакета. Ну, в общем, надеемся, что уже её в январе прооперируют, и всё-таки уже этот вопрос как-то решится. С этой жидкостью, которая выходит, и которую Мансур называет гноем. Думаю, что бабушка всё-таки тоже там немножечко пошуршит, так я своими словами говорю, потому что вот она, видно, что она тоже переживает за Людмилу, чтобы не вернули из больницы назад, чтобы всё нормально прошло. И вот просит, чтобы Людмила обязательно сообщила, когда появится доктор, чтобы бабушка экстренно могла выехать, переговорить, обсудить все вопросы, связанные с операцией, с дальнейшим лечением. Ну, и знаете, вот видно, да, всё-таки видно, что Людмила ждёт. Ждёт бабушку, у них такие вот дружеские отношения. По поводу Мансура не знаю, но если бы она там его недолюбливала, она, может быть, бы так и тепло не разговаривала. Знаете, если человека не особо любишь, да, то трудно было бы там сыграть такую, да, роль такой дружелюбной девочки. Людмила же, она тоже своего рода себе на уме. Она тоже такая, знаете, с особенным характером. В общем, как-то так, ребят. Ну, жду вашего мнения. Пишите, что думаете вы по этому поводу. Жду ваших комментариев. Ну, лайк, ну, или дизлайк. Это уже как кому нравится. Ну, а я желаю каждому из вас прекраснейшего настроения, позитивных эмоций, любви, добра, понимания, ну и, конечно же, здоровья. Берегите себя и своих близких. А я вас обнимаю. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok